Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, если вы этого до сих пор еще не сделали. Сегодня ролик будет посвящен любителям бюджетной парфюмерии, супер бюджетной парфюмерии, которая стоит в районе 300 рублей. Если вы относите себя к числу данных почитателей, конечно же, оставайтесь на связи. Если вам такое неинтересно, ждите обязательно следующих роликов, они будут также не менее интересны. Я буквально недавно снимала целый обзор на бренд, наш бренд Каиф, который я заказывала на Валбересе, и он набрал очень большое количество просмотров, комментариев и запросов снять еще что-то на подобную тематику. Да, благо цена вопроса невелика, и передо мной 4 аромата, которые как раз понравятся тем, кто любит что-либо побюджетней, но с приятным, достойным, интересным звучанием. На данный момент я хочу вам рассказать про наш бренд, это наша российская парфюмерия, бренд Neo Parfume. У них очень большой ассортимент ароматов на любой вкус и цвет. Есть что-то из номерной парфюмерии, но это мне неинтересно, я таким не пользуюсь. Мне это даже, глаз даже не зацепился за данные ароматы. Есть обособленные свои парфюмы, которые как раз сегодня будут представлены в нашем обзоре. Вот так вот выглядит флакон на 100 мл, и вот так вот выглядит флакон на 50 мл. То есть можно сделать выбор, либо взять большой объем, либо вот такой вот маленький. Еще раз повторяюсь, цена вопроса невелика, поэтому здесь можно попробовать, конечно же, если вы приемлете, если вам нравится наша парфюмерия, если вам нравится бюджетная парфюмерия. Давайте распакуем. Первый аромат, про который я хочу рассказать, называется Malachite Fleur. Таким вот образом выполнены флакончики. То есть, в принципе, это уже что-то такое индивидуальное, это нигде не слизанное. Флаконы сделаны достаточно качественно. Есть, конечно, небольшие претензии к оформлению, но на это можно закрыть глаза, если посмотреть на цену данного аромата. Они такие весомые, крышки также не сильно хлипкие, то есть, в принципе, все достойно. Не посмотрела сейчас, сколько они стоят. Вот такой вот маленький, 50 мл, по-моему, в районе 300 рублей. Этот, ну, возможно, 500-600, побольше. Я вам ссылочки оставлю, посмотрите. Что же это, что же? Давайте распылим, и еще раз я обновлю эмоции. Аромат у меня уже давно, я с ним хорошо познакомилась. В принципе, у меня приятные впечатления, поэтому оставайтесь. Вот этот Малахит понравится любителям флёр-наркотик, но это не клон. То есть, направление схоже. Направление такое кремово-бело-цветочное, с приятной пушистой мускусной базой. Но если флёр-наркотик, он такой прям сильно яркий и местами надоедливый, эта композиция, она более спокойная и уходит в пудру. То есть, если их сопоставить рядом, я не скажу то, что это прям один в один, но вдохновились. Что уж греха таить, но вдохновились неплохо. Нет спиртового старта, нет какого-то дешёвого, такого прям вот однозначно бюджетного звучания. Но, еще раз повторяюсь, то, что аромат стоит недорого, и сидеть он на вас будет также, скорее всего, недолго. Именно вот этот аромат на мне звучит где-то часа 3-4 ярко, потом уже либо обновить, либо нанести новый, либо наслаждаться таким вот пудрово-кремовым нюдовым шлейфом. Для любителей бело-цветочных ароматов, для любителей ароматов на тему ходовой косметики, для любителей пудровых ароматов, можете присмотреться, можете присмотреться как к такому большому объёму. Также, как я уже вам сказала, аромат выпускается вот в таких вот миниатюрных вакончиках, здесь 50 мл. Как по мне, вот это вот оптимальный вариант, можно попробовать, если вдруг понравится, если вдруг износите, купить себе уже больший объём. Давайте нанесём, посмотрим, есть ли у нас тут разница, но, по крайней мере, когда я тестировала эти ароматы, для меня большой разницы нет. То есть, это один и тот же парфюм, просто в разных объёмах. Давайте ещё раз вам покажу, как это всё выглядит. Малыши выглядят ещё более забавно, ещё более привлекательно. Мне, конечно, вот такой вот не очень сильно нравится. Я не люблю вот такие вот флаконы-раскоряги, потому что только лишь из-за того, что им нужно место, а места у меня для них нет. Это относится не только к бюджетным ароматам, также вот я не люблю ароматы от бренда William Perfumerie, тоже вот такие вот огромные, такое огромное дно, это куда-то надо ставить, куда-то надо поставить. Поэтому я люблю, когда флакончики такие компактные, изящные. Ну, это дело вкуса. Следующий аромат, про который я вам хочу рассказать, это вот такой вот флакончик Делла Роса. Вдохновлён, однозначно вдохновлён, но также вдохновлён неплохо. Посмотрите, как выглядит флакончик такого нежно-розового цвета. Ну, я считаю, за 300 рублей это очень даже нормально, и за 300 рублей это очень нормальная интерпретация, вариация, не клон. Не клон однозначно, но любителям аромата Деллины от Parfum de Marley это придётся по душе. Факт. Сладкая, сладкая фруктовая роза, личи, малина, много фруктов. И вот эта история намного слаще, намного ярче, чем сам оригинальный аромат от бренда Parfum de Marley. Здесь больше сока, здесь больше личи, прям чувство однозначно, такой яркий-яркий аккорд. Парфюм de Marley, Деллина от Parfum de Marley, она, мне кажется, более тонкая, более изящная, более хрустящая, более деликатная. Здесь же именно аккорд сделан на фруктовость, но, тем не менее, фруктовость в сочетании с розой. Это ярко, это стойко уже. То есть, вот этот аромат на мне продержался прям чуть ли не полдня. Я считаю, что за 300 рублей это прям интересный вариант, если, конечно, вы такое любите. Много-много фруктов. И, знаете, вот сам по себе аромат чувствуется, на самом деле, таким вот розовым, нежным, девичьим, таким беззаботным. В нем и летом на прогулку, в нем и зимой под снежок такой будет хрустящий, изящный, сладкий шлейф. Так что, если вы не прочь поэкспериментировать, любите Делину, ну, если вы ее любите, скорее всего, она у вас есть, и вам это точно не надо. Это надо тем, кто хочет что-то похожее, но, возможно, либо денег жалко, либо еще какие-то есть жизненные обстоятельства, которые не позволяют купить супердорогой парфюм. Либо любите среди бюджета находить какие-то ароматные жемчужины. Вот это для вас. Любители Делина, я думаю, не будут смотреть данное видео, а смотрят меня в основном девчонки, которые любят такие вот бюджетные жемчужинки. И еще один аромат, вот такой вот уже, какой у нас тут беленький, беленький флакончик. Флаконы все стандартные, флаконы все выглядят одинаково, только единственные разные цвета. Это для меня, не знаю что, для меня это что-то новое. Это не похожая ни на что история, я не могу провести аналогию. То есть, скорее всего, здесь сделали свою индивидуальную композицию. Не все вдохновлено чем-то, есть и такие вот обособленные истории. Пудра нежная такая, рассыпчатая. Возможно, даже крошка безе, однозначно что-то зефирное. То есть, это нежнейшие такие вот, не сильно ярко пахнущие десерты, именно с пудровой основой. То есть, ванильная пудра, какао пудра, возможно, даже крошка безе. Сам он, сам вот этот аромат чувствуется прям таким рассыпчатым, хрустящим. Тонкий, не сильно сладкий. Скорее всего, будет звучать близко к коже, но очень приятный пудрово-кондитерский такой вот кокон. Мне, кстати, эта история тоже понравилась. Я не ожидала от аромата за 300 рублей такого нежного, милого звучания. Сам по себе, на самом деле, аромат такой вот белый, хрустящий, рассыпчатый. Возможно, даже на тему чистоты его можно отнести, к ароматам на тему чистоты. Но именно с такой чуть сладковатой сахарной наполненностью. Мне он очень нравится. Он также не будет долго сидеть на коже. Скорее всего, его надо будет обновлять. Я его не носила в качестве аромата дня. Все эти ароматы я носила на запястье. И, если честно, я уже не помню, насколько долго он держался. Но мне кажется, он такой не сильно долгоиграющий. И сам по себе, он, знаете, такой вот прям очень-очень нежный. Такие истории не сидят долго на коже. Вот, в принципе, и все, про что я хотела вам рассказать. Я сейчас зашла на Валберес. Там очень много появилось вот таких вот камушков в новинках. Если вдруг знакомы, напишите. Может быть, есть к чему стоит присмотреться. Если это видео было вам интересно, полезно, дайте обратную связь. Если с чем-то знакомы, также пишите в комментариях свои эмоции. Подписывайтесь на соцсети везде, где можете меня найти. Ссылочки на ароматы также прикреплю. Всем отличного дня, хорошего настроения. Всех люблю, целую. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok